В этом часе мы говорим о молодежном конкурсе среди железнодорожников «Новое звено». Это большой, долгосрочный проект, он уже существует на сети много лет. И действительно, компания обрастает талантами, и мы открываем таланты, узнаем новых лидеров благодаря этому конкурсу. У меня на связи Федор, здравствуйте. Да, добрый день, Денис. Рады вас видеть. И, насколько я понимаю, завершился полуфинальный этап. Уже можно говорить о каких-то результатах первых, и можно вообще поговорить о том, кто сегодня вот эти претенденты на звание лучших. И, насколько я понимаю, второй год вы в онлайн-формате. Да, второй год с 2020 года полуфинальный этап конкурса проходит в формате онлайн. Ну, будем надеяться, что в ближайшее, самое ближайшее время нам удастся перейти и вернуться к старому формату, который был максимально комфортен для экспертов и для участников. И, насколько я понимаю, в этом году тоже огромное количество участников, более двух тысяч идей было представлено, да? Да, в этом году на конкурс подано опять рекордное количество проектов. В этом году от участников, от молодежи компании поступило 2084 заявки, 2084 проекта, проектных идеи, которые были отсмотрены тысячами экспертов по всей степи железных дорог. И в полуфинал по решению экспертов центральной группы попало 150 проектов. Тоже немало. Ведь это же надо все отсмотреть, да? Каждую же идею нужно проанализировать, понять. А то, если вот кому-то так откажешь, а потом, ну, пожалеешь об этом, да? Что вот, дескать, недосмотрели, недоизучили эту идею, а она потом через какое-то время вдруг окажется актуальной и понадобится. То есть это большая экспертная работа. Расскажите вообще, кто отбирает, кто это все проделывает, вот эту колоссальную деятельность? Ну, в конкурсе, в конкурсе молодежных проектов «Новое звено» есть несколько уровней оценки. Все начинается с уровня подачи проектов, когда человек, молодой работник может описать свою идею, свою проектную идею, согласно паспорту загрузить ее в систему для сбора проектов. И после этого проекты попадают на оценку на дорожном уровне. Когда дорожные эксперты смотрят, оказывают первичную помощь в подготовке проекта, они дают некие рекомендации по доработке проектов. И если рекомендации исполнены, то на каждой дороге выбираются проекты, которые отправляются на экспертизу центрального уровня. Тогда уже пул экспертов центрального уровня отсматривает все проекты, в этом году это было порядка 300 проектов, которые они отсмотрели, из которых было отобрано, как я говорил, уже 150 проектов. И уже эксперты центрального уровня в формате онлайн встречаются с авторами проектов, обсуждают, задают вопросы, слушают презентации. Подготовка к конкурсу идет круглогодично. Работает большая группа, рабочая группа, которая определяет новые направления, актуализирует направления конкурса, которые определяют лучший способ оценки проектов, системы поддержки для проектов. То есть работа не останавливается ни на минуту в течение года по конкурсу. Давайте поговорим о полуфинале. Вот он уже позади. Что, как проходило? Расскажите. Вот 165 человек активно участвовали в работе финала. Это и авторы проектов, опять же, команды авторские со всей страны представлены, со всей 10 железных дорог. 150 проектов. Это большой пул наставников, которые помогают проектам участвовать в конкурсе. Это большой пул экспертов, тоже сотни человек, которые помогают, оценивают проекты, понимают, интересно ли они компании, принесут ли они в косочной перспективе компании какую-то пользу. Четыре дня на территории корпоративного университета РЖД в режиме онлайн работала образовательная программа. То есть работа тоже четыре тяжелых дня для участников. В течение дня они слушают образовательную программу, потом вечером на основе тех полученных материалов они дорабатывают проекты, постоянно перезагружают их в систему, для того, чтобы у них вот такая проектная идея, с которой они пришли на конкурс, трансформировалась в уже готовый проект, которым можно было бы уже говорить о его реализации в последующем. Какая-то тематика есть единая? Или, насколько я помню, у вас всегда были направления? То есть можно было подать по определенному направлению, в определенной тематике. Расскажите об этом. Да, у нас в этом году определен набор тем, в соответствии с которыми участники, молодые работники, проекты свои готовили. Большое количество проектов, практически одна пятое, связано с цифровыми платформами, с цифровыми сервисами, и работники видят все больше и больше вариантов, как эти платформы и сервисы включать в свою работу, для того, чтобы повышать эффективность работы подразделений. Также большое внимание было уделено проектам в управлении энергетическими ресурсами. Тоже практически одна пятое проектов, прошедших в полуфинал, проекты, связанные с клиент-ориентированностью, проекты, связанные с развитием путевого хозяйства. Практически по всем ключевым видам деятельности компании, проекты были предложены. Цифровые платформы и сервисы. Здесь могут быть всевозможные приложения, программы или какие-то специальные, к примеру, таблицы, которые облегчают подсчет каких-то данных на конкретном полигоне железных дорог. Да, даже более того, предложены были проекты, связанные с тем, как облегчить труд работников компании, как повышать их экспертизу, как можно было бы непосредственно сразу во время любой рабочей ситуации обращаться к общей базе знаний, смотреть, как те или иные опыты на других дорогах. То есть, собственно говоря, прежде всего, цифровые платформы, предложенные на конкурсе, часто направлены на то, чтобы объединить знания с разных подразделений в одну, и чтобы работник может всегда быстро получить эту экспертизу. Мне бы еще хотелось в завершении нашей беседы обсудить самих участников. Больше ли это девушек или парней, это больше какие-то рабочие или служащие, или даже, не знаю, руководители, например, подразделения среднего звена, средний возраст. Все-таки это такой разрыв, скажем, от 20 до 35, или там это ближе все-таки к 30, к 35? По традиции у нас всегда подавляющие присоставки работников мужчин, мужского пола, участвуют в конкурсе. Но традиционно не менее четверти – это всегда девушки. Девушки, женщины, работницы компании, которые предлагают свои идеи, доходят до полуфинала и дальше выходят. Больше всего, конечно, у нас в силу возраста – это служащие, специалисты, 40%, 41% с лишним, 38% – это руководители подразделений, 16% – это рабочие, даже студенты, работники наших вузов – это всегда 6 и более процентов всего участников полуфинала. Поэтому, опять-таки, как вся сеть охвачена участниками, так и практически все категории работников. Последний вопрос мой относительно финала. Когда он? Где планируется? В каком формате? Финал традиционно проходит у нас на слете. Сейчас у нас происходит обработка анкет, полученных от экспертов оценочных листов. Потом проекты будут осмотрены службами различными, и только потом объявим победителей. Но вот про финал анонсы появятся в ближайшее время. Ну да, понятно, что мы не знаем, какая ситуация будет еще через месяц. И будем держать, как говорится, кулачки, чтобы все-таки это все произошло в оффлайн-формате. Спасибо вам большое, Федор, за эту беседу. Вам успехов. Вам еще очень много предстоит работы. Да, спасибо большое. И, конечно же, мы уже сейчас вместе с рабочей группой, вместе с оргкомитетом начали обсуждение конкурса 2022 года. Поэтому приглашаем всех, кто не поступил в этом году, что скоро откроется возможность следующего года. Спасибо большое, Денис. Редактор субтитров А.Семкин